Нижма. Нижма. Домашние задания Никита Шляхтич выполняет в двойном объеме. Мама гоняет его не только по русскому языку, но и по заданиям от логопеда. Восемь раз в день, по 35 минут. Он упорно повторяет заученные упражнения. Без таких речевых процедур никак. У нас операции вообще получаются с младенческого возраста. Первая была в пять месяцев, вторая в два годика. Третья в три годика, четвертая была в пять лет. На тяготы, а точнее уже привычные будни, в стационарах и клиниках мальчик не жалуется. В мае Никита вновь отправится в московский центр челюстно-лицевой хирургии. Там ему сделают костную пластику, а потом два месяца реабилитации. Не по седе придется обойтись без подвижных игр и привычного рациона питания. Вот сейчас мягко-тканы расщельно устранены, то, что видно. А вот кости, как бы, ну, не расплась. Надо восстанавливать. Для того, чтобы правильно ортодонтическое лечение, чтобы раздвигать челюсть, вот, ортодонтам, чтобы правильно гармонию лица сделать, надо, чтобы кость монолитной была. Поэтому вот есть такая операция костной пластики альвеолярного троска. Стоимость операции для семьи Никиты неподъемная – 347 тысяч рублей. Читатели газеты «Коммерсанты» с сайта русфонд.ру соберут 172 тысячи. Общество помощи русским детям из США внесет 100 тысяч рублей. Не хватает всего 75 тысяч. Помочь Никите сможет каждый из вас, отправив на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Он часто задает вопросы, почему я, там, ни бабушка, ни брат. И, ну, жалко его, хочется помочь все-таки. Когда ему, получается, делали операцию уже прям саму, я переживал. Думал, что, не дай бог, что-нибудь не так пойдет. Московские специалисты дали Никите передышку. Изначально намечали пластику на декабрь. Но решили перенести дату, чтобы Новый год и Рождество мальчик отпраздновал не в больничной палате, а дома с семьей. Дарья Васина, Сергей Шульга, Вести, Хабаровск.